Девушки отдыхают У этого ребенка не заложено ни одной скверной или порочной черты. Русская земля получит не только прекрасного и умного государя, но и прекрасного человека. Так говорил о царевиче Алексее Романове его воспитатель Пьер Жильяр. Единственный сын императора Николая II, дарованный Богом в ответ на долгую усердную родительскую молитву, без преувеличения является самой притягательной детской фигурой в русской истории. Он был земным наследником престола российского государства, а стал небесным наследником царства русского. Сегодня мы продолжаем обзор книг из серии «Святые царского дома» и следующая книга, посвященная царевичу Алексею, так и называется «Небесный наследник царства русского». Об этой книге далее в нашей программе. Как и в предыдущих изданиях, в этой книге собраны дневниковые записи царевича, воспоминания и стихотворения о нем. Также представлен рассказ «Царский сын Ефрейтор Алексей Романов». Открывает книгу авторская статья, к которой мы сейчас обратимся. Праздничным салютом встречали 30 июля 1904 года появление на свет наследника российского престола, царевича Алексея Николаевича Романова. Он родился в разгар русско-японской войны и стал утешением для царской семьи и всей России. О его даровании царская чета горячо молилась в дни прославления святого преподобного Серафима Саровского. Дивеева государь Николай Александрович и государыня Александра Федоровна навестили глубокую старицу, ныне прославленную святую блаженную Пашу Саровскую, и просили ее молитв о рождении сына. Царевич родился ровно через год. С самого появления на свет и в течение всей своей недолгой жизни он утешал всех своей приветливостью, ласковостью, чуткостью, жизнелюбием и заботливостью. По воспоминаниям Софьи Яковлевны Афросимовой, наследник царевич имел очень мягкое и доброе сердце. Он горячо привязан не только к близким ему лицам, но и к окружающим его простым служащим. Никто из них не видел от него заносчивости и резкого обращения. Он особенно скоро и горячо привязывался именно к простым людям. Любовь его к дядьке Деревенька была нежной, горячей и трогательной. Одним из самых больших его удовольствий было играть с детьми дядьки и быть среди простых солдат. С интересом и глубоким вниманием вглядывался он в жизнь простых людей. Все его учителя говорили о выдающихся способностях царевича, о его большом пытливом уме и о трудных вопросах, которые он задавал. Все восхищались благородством его характера, добротой и отзывчивостью его сердца. Как отмечает автор-составитель, поражало окружающих и необычайное мужество царевича. Мальчик безропотно переносил внуки тяжелой наследственной болезни, когда из-за ушибов воспалялись суставы и жесточайшие боли мучили его неделями. Бывало, в Крыму цветет за окном миндаль, купаться можно, с потешным войском резвиться. А царевич между жизнью и смертью. Температура под 40 градусов, он без сознания. Не может ни спать, ни плакать, только стонет и шепчет в бреду молитв. Господи, помилуй. Болезнь не сделала из него изнеженного нытика. Напротив, как говорил комендант Александровского дворца Владимир Николаевич Ваяков, благодаря болезни, знакомый со страданиями, он проявлял большую чуткость к несчастным и обездоленным и не упускал случая, когда мог сделать что-нибудь приятное окружавшим его. Кроме того, воспитание будущего царя с его взрослением приобретало более суровый характер. Так, несмотря на тяжелую болезнь и возраст, всего 11 лет, во время Первой мировой войны царевич воспитывался вблизи линии фронта, в Ставке, в исключительно мужском окружении. Государь Николай Александрович взял его с собой, чтобы мальчик возмущал и избавился от застенчивости. Царственные особы жили в небольшой простой комнате дома губернатора, где стояли две жесткие походные кровати и несколько стульев. Когда государь уходил утром в штаб, царевичу Алексею преподавали уроки его учителя по русскому языку и словесности, французскому и английскому языкам, арифметике, истории, географии, естествоведению и законам Божьим. После обеда государь Цесаревич, учителя, доктор и кто-нибудь из великих князей выезжали на прогулку в автомобиле или на смотр войск. Там Цесаревич Алексей видел бравых солдат. Чего только стоила знаменитая Кавказская артиллерийская дивизия, кубанские и терские казаки на высоких седлах с длинными тонкими пиками и мохнатых шапках. Или смотр отряда подводных лодок, только что вернувшихся из плавания и покрытых толстым слоем льда. Награждение офицеров и солдат георгиевскими крестами, высшей наградой того времени. Но открывался мальчику и ужас войны. Вот один из таких случаев, описанных впоследствии Пьером Жильяром. Когда проезжали ровно, где размещался генерал Брусилов со своим штабом, государь заехал в передовой перевязочный пункт. Он подходил ко всем раненым и ласково с ними беседовал. Его внезапное посещение в столь поздний час и так близко от линии фронта вызвало изумление, выражавшееся на всех лицах. Один из солдат, которого только что вновь уложили в постель после перевязки, пристально смотрел на государя. И когда последний нагнулся над ним, он приподнял единственную свою здоровую руку, чтобы дотронуться до его одежды и убедиться, что перед ним действительно царь, а не видение. Алексей Николаевич стоял немного позади своего отца. В полумраке слышались стоны, угадывались страдания. Всем этим царевич был глубоко потрясен. И в трагические для России годы наследник Российского престола вместе с великими княжнами Ольгой, Татьяной, Марией и Анастасией посещал лазареты царского села. Он запросто беседовал с ранеными и с интересом расспрашивал их о жизни на фронте. Появление царевича в больничных палатах многих поднимало на ноги. Весной 1917 года, когда в России произошел переворот, царевичу было 12 лет. Свой последний день рождения он встречал в заключении в Александровском дворце царского села. Утром 30 июля 1917 года по желанию императрицы принесли чудотворную икону Божьей Матери, чтобы помолиться перед дорогой. Под величайшим секретом комендат сообщил, что всю семью перевозят в Тобольск. Грустный и тревожный был день рождения. Царевич прощался с искусственным детским островом на маленьком пруду парка. Томительной ночью слышал сквозь сон рыдания сестер. В Тобольске его ждала замкнутая однообразная жизнь в стенах бывшего губернаторского дома, без новых знакомств и интересных встреч, которых ему очень не хватало. Ждал тяжелый приступ болезни и непривычные сибирские холода. Утешений было совсем немного, и главное из них – редкие ранние обедни в храме Благовещения Пресвятой Богородицы, куда царскую семью допускали только под конвоем. А еще дружба с воспитателем и учителем французского языка Пьером Жильяром, доктором Евгением Боткиным и учителем английского Сиднеем Гибсом, последовавшим за царской семьей в Сибирь. Последние дни жизни царевича прошли в заключении в Екатеринбурге, где он и был убит за месяц до своего 14-летия. Светлой молитвенной памяти царевича Алексея посвящается книга «Небесный наследник царства русского». Его короткая жизнь была светла и чиста. Он надеялся приносить блага и в будущем, когда ему довелось бы взойти на российский престол. «Когда я буду царем, не будет бедных и несчастных. Я хочу, чтобы все были счастливы», – так говорил царевич Алексей. Воспитанный в удивительной семье, окруженный бесконечной любовью и заботами близких, этот отрок отдавал всем окружающим свое доброе сердце, простоту и ласку. А по мнению современников, царевич Алексей Николаевич представлял собой идеал русского царя. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. Новинки православной литературы, спрашивайте, в церковных книжных лавках. Ну а я с вами прощаюсь и всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова